У нас снова срочный выпуск. Карабах, он же Арцах, находится в блокаде. Я долго тянул, потому что казалось, что сейчас-сейчас это снимут, какое-то недоразумение, какой-то бред, и сейчас должны все всполошиться, но опять полное молчание в СМИ. Есть информация, что российские СМИ прямо специально замалчивают эту информацию. Я был в шоке, когда созванивался с родственниками в России, и они просто не знали даже об этом. Поэтому, пожалуйста, по максимуму распространяйте этот ролик, а я сейчас расскажу подробности, что происходит. Азербайджанские спецслужбы, военные, нацисты под видом экологической делегации перекрыли единственную дорогу, Лачинский коридор тот самый, который соединяет Армению с Карабахом. Карабах, как вы понимаете, находится полностью в окружении врагов, то есть Азербайджана, и поэтому, кроме как из Армении, Карабаху неоткуда получать ни продовольствия, ни медикаменты. Люди могут проезжать только, собственно, по этому Лачинскому коридору. И перекрыв эту дорогу, вы, по сути, просто отрезаете Карабах от мира. В первые дни блокады они выключили еще и газ под видом того, что произошла какая-то, значит, авария якобы, и реально люди мерзли. Но на днях хотя бы газоснабжение восстановлено. Тем не менее, в больницах находятся люди, им нужны медикаменты, им нужны срочные операции, все остановлено. 11 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, то есть на грани уже. Один уже умер. Какие требования у азербайджанской страны вообще? Что это за, какой, что за формальный повод? То есть понятно, что политика в целом геноцида, то есть она продолжается уже 100 лет, то есть их задача просто уничтожить армян, Армению, вообще все, что с этим связано. Но какой официальный повод? Значит, формальный повод такой, что якобы предприятия на территории Карабаха, которые находятся, армянские, которые добывают полезные ископаемые, якобы они не соблюдают какие-то экологические нормы безопасности, еще что-то. И так как Азербайджан считает эту территорию своей, то они решили, значит, что они перекроют дорогу до тех пор, пока их делегацию не пустят проверять армянские предприятия. Ну, то есть понятно, что абсолютный бред, и звучит как бред, но тем не менее, среди тех, кто прикидывается экологами, уже замечены люди, связанные с военным министерством Азербайджана, люди, у которых есть общие фотографии с тем самым убийцей. Помните, да, эту историю, когда просто, значит, двое армянин и азербайджанец жили в одной комнате на каких-то учениях или сборах, ну так, вообще на нейтральной территории, азербайджанец зарубил топором ночью армянина, просто потому, что он армянин. Вот. И, ну, как бы, ладно, сумасшедшие бывают, понятно. Но в Азербайджане ему не судили за это, а ему награду присудили героя. Так вот, люди, у которых есть общие фотографии с ним, значит, замечены тоже в этой экологической делегации. Ну и вообще, какие к черту экологи, если там одна женщина сидит вообще в какой-то шубе меховой вообще? Вы видели таких экологов, которые носят мех? Кстати, что интересно, Азербайджан уже отжал несколько предприятий у Армении, добывающих, и тут же продал их кому? В Великобритании. Теперь, откуда информация, что российские СМИ замалчивают искусственно эту проблему? Ну, во-первых, тупо потому, что единственный материал, который я видел, это телеканал «Дождь оппозиционный», который сам запрещен. Они сделали репортаж и интервью с Рубеном Варданяном, который сейчас госминистр Арцаха. А во-вторых, по косвенным признакам, потому что двух человек, российских специалистов, которые позволили себе просто высказаться, на самом деле, довольно нейтрально, значит, по поводу этой проблемы и по поводу вообще Азербайджана, который ведет, ну, откровенно, террористическую политику, их тут же уволили. То есть, мы должны понимать, что Азербайджан своими нефтяными деньгами коррумпировал российских чиновников, ну, тех, кто принимает какие-то решения, там, СМИ и так далее. То есть, они как бы свои метастазы распускают. В общем, что имеем? 120 тысяч человек отрезаны от еды, снабжения едой, медикаментами, самым необходимым. Часть детей после Евровидения, которое проходило в Армении, кстати, недавно, не могут вернуться просто к своим семьям. Люди вообще не могут выезжать ни туда, ни сюда. В больницах люди уже начали умирать. Скоро начнет заканчиваться запасы еды, и люди уже начнут умирать массово. Это срочно надо остановить. Российские миротворцы не делают ничего. Россия вообще никак не участвует в этом. То есть, понятно, что, возможно, да, у России как бы нет сейчас возможности открывать второй фронт и так далее. Но есть и другая информация, что Армения для России это уже формальный союзник. На бумажках это еще союзник. А на деле уже совсем другие расклады. О том, какие это расклады, мы с вами поговорим в следующем ролике. Он уже готов. Я его буквально выложу, я думаю, может быть, сегодня-завтра. Он будет называться «Кто спасет Армению? Почему Россия не поддерживает Армению?» Там я расскажу про геополитический расклад вокруг Армении и совершенно неожиданный поворот, который случился недавно. Ну, а вас я пока прошу распространять этот ролик по максимуму, если вам не все равно, что произойдет со 120 тысячами ни в чем не повинных гражданских людей, которые живут на своей территории, на которой жили вообще тысячи лет, и сейчас их в очередной раз подвергают геноциду. Вот если вам плевать на это, то можете ничего не делать, пропускать этот ролик и смотреть дальше, развлекаться. Если же у вас какие-то остатки человечности еще есть, то распространяйте этот ролик по максимуму. Единственное, что их сейчас может остановить, это мировая громкая огласка. Все, всем здоровья, пока!